Сегодня в 12 часов 20 минут по полудни на Сибирском тракте, в том месте, где пролегает граница города и стоит табличка с перечеркнутым словом «Екатеринбург», за несколько минут до того, как мимо этого места пронесся кортеж царскими останками, движущимися в Кольцово, приключилась неравная битва. На дороге, ведущей в город, столкнулись мелкая легковая «девятка» и тоже мелкая, но грузовая «газель». Почему столкнулись? Это вопрос для ГИБДД. Можно прикинуть, что, например, «газель» вглядывалась вдаль, увидела стадо своих белоснежных сородичей, везущих в последний путь кости императора семьи приближенных, и не заметила, как к ней подкралась «девятка». У черных «жигулей» начисто разбита морда. В них ехало 4 человека, впрочем, никто не пострадал, а «газель» вообще обделывалась лишь испугом. Проехала мимо них траурная процессия с девятью гробами, отправили останки в Питер. Возвращаются люди обратно, глядь, а на том же самом месте еще три битых машины стоят, в том числе одна милиционерская, красная. Судя по расположению новеньких персонажей, можно предположить, что, быть может, патрульный экипаж ДПС был причастен к сопровождению царских костей, возвращался уже в город. Но вдруг у сотрудников ГИБДД, видно, возникла острая необходимость перебраться на встречную полосу и помчаться опять в сторону Кольцова. Выскочили милицейские на разворот, а там движение-то одностороннее. Поворот разрешен только с той полосы на эту, но не наоборот. Быть может, сотрудники на своей восьмерке помчались навстречу с мигалкой и гуделкой, если они у них имелись. Но тут попалась корейская ДУСПРа за 18 тысяч долларов, и для нее это вышло боком, помятым. А на ГИБДДшной восьмерке прям лица нет. Как зацепилась за всю эту конструкцию 99-ка «Жигулей» непонятно, но, видимо, в ходе всех коловращений зацепилась как-то. Пять машин пострадали. Но главное, что из человечества никто не травмировался. Виноваты ли в этих авариях царские останки, проезжавшие мимо, трудно сказать. Напрямую корреляция не прослеживается, но косвенная связь мистического свойства все же, конечно, присутствует. Многие сегодня отметили, пока провожали царя из Екатеринбурга в Питер, шел дождь. Быть может, небеса, простив, смывали самый большой грех с лица Екатеринбурга. Но это дела божественные. Аварии же, видимо, произошли просто из-за скользкой дороги.